DLC по стоимости больше половины самой игры? Что? И бесплатное обновление до версии 2.0? Наверное разработчики Dune Spice Wars подготовили нечто грандиозное. Давайте разбираться, что именно произошло с игрой 7 марта 2024 года. Вообще этот ролик должен был выйти еще в воскресенье, но я заболел и еще не до конца пришел в себя, поэтому простите за голос. С вами Реактор Гейминг, поехали. Первое и самое главное изменение была добавлена новая фракция, дом Верниус. Согласно канону, эти люди-киборги управляли планетой Икс, где производились машины. Они были киборги! Они заполовили всю планету! Они киборги! Не, вы посмотрите, какой стильный красавец. Моделька заметно выше по качеству в сравнении с другими, что говорит об увеличении бюджета игры. Я уже решил, что моя следующая футболка будет фиолетовой, вот настолько я проникся. Короче, в чем суть новой фракции? То, что больше половины юнитов у них — роботы. Действительно, в игре не хватало атмосферы научной фантастики после всех этих рыцарей Экас. Все дроны стоят солари и топлива, причем немало. У юнитов есть много усиливающих свойств, которые работают только когда они ходят толпой. Штук по восемь минимум. Армия поменьше даже не может нормально захватить регионы без потерь. Большая армия, наоборот, становится несокрушимой стеной. В деревне верниусы могут построить нейронный узел. Без него производство ресурсов в регионе будет снижено в полтора раза. Но и где попало, его тоже не построишь. Регион должен соприкасаться с одним и только одним регионом, где есть другой узел. Юниты получают разные бонусы, если находятся в регионах, соседствующими с узлами. Например, плюс атаки и плюс к скорости за каждое 0.5 знания. Из всего вышесказанного следует, что лучше заранее продумывать, как и где вы будете плести свою паутину. Вместо классических харвестеров, наши новые фиолетовые друзья используют летающие машины с усиками. Эти усики не просто для привлечения противоположного пола, а для сбора пряности. Харвестер обязательно должен быть подключен к сети. Вместо экипажей они используют топливные элементы. Верниусы славятся своим интеллектом, поэтому могут в ускоренном темпе прокачивать разработки. С определенной гегемонией вы можете выбрать вообще любую разработку, хоть в самом низу, что открывает просто безумный простор для экспериментов. Если верниусы заключают союз с другой фракцией, то ей становятся доступны завершенные разработки верниуса. Поэтому все фракции стремятся заключить с ними мир. Еще есть система патентов. Если ваша завершенная разработка еще не прокачана другой фракцией, то вы можете ее запатентовать, оплатив пошлину 1000 солари. Теперь все остальные фракции, чтобы разблокировать эту разработку, должны будут заплатить верниусам 500 солари. У вас также будет возможность за 20 положений уничтожить определенную разработку. В этом случае остальные фракции не смогут ей воспользоваться. В шпионаже у верниусов может появиться аналитическая машина. Она приносит в два раза больше ресурсов, не может быть поймана, но при этом не прокачивает уровни информации. Вы можете торговать аналитическими машинами, либо покупать в личное пользование за солари и положение, либо продать другой фракции. На основной базе постройка сразу разблокирует бонус определенного уровня, пока не построишь следующую. Что по операциям? Разработчики завезли дистанционное подключение к сети, бустер знаний, который активируется во время нападения врага, и так называемый тайный доступ, когда враги начинают атаковать друг друга. Не знаю как вам, а мне не хватало таких приколов со времен Ордосов из Имперора. Вот пока все, что я на данный момент могу сказать про новую фракцию. Поиграть за нее можно только заплатив денежку. Вы также получите кампанию на 15 часов, в которой вы воплотите в реальность старый мем с киборгами и заполоните ими всю планету. Успехов! Теперь пройдусь по главным нововведениям версии 2.0. В игре появился новый модуль с героями Арракиса. Это такая попытка разрабов перенести мир Книгзюны на поле боя. Ну и заодно разнообразить юниты. После достижения определенной гегемонии у вас появится возможность выбрать одного из двух героев, который останется с вами до конца игры. Фактически это тот же особый юнит из сюжетной кампании. Если его убьют, то его можно вернуть с помощью ГХолы, технологии клонирования дома Тлейлаксу. Не забесплатно, конечно. Герои эти взяты не с потолка, а напрямую из советников. То есть разрабы взяли по двух персонажей из каждой фракции, перенесли их на поле боя, а пустые места заменили новыми персонажами. Некоторые прям потешно выглядят, меня порадовало. Какие-то свойства остались без изменений, поменяли только картинку. Постойте, это кто? Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Разработчики добавили точки сбора. Раньше все юниты появлялись на основной базе. Теперь игрок может самостоятельно выбирать аэродромы, на которых будут появляться новые отряды. Фременно, насколько я понял, использует для этих целей свои ситчи. Арсенал полностью переделали. Мы больше не платим 500 солари за каждое свойство. Теперь свойства бесплатные, а вот если передумал или ошибся, только тогда плати. Во-вторых, сами свойства абсолютно другие. Разработчики убрали такое понятие, как пластина. Да, если до сих пор кто-то не знал, броня и пластина — это были разные вещи. Еще убрали стрёмные дебафы, по типу «плюс 2 к силе, но минус 2 к броне». Даже сама формулировка новых свойств звучит интереснее и разнообразнее, прям мозги включаются, каждый раз есть над чем поразмыслить. За это разрабам большой респект. Понятие скрытности расширили. Теперь скрытных юнитов можно обнаружить, только если вы вступаете с ними в боевой контакт. Чтобы дебафнуть это свойство, разрабы добавили новую постройку в категории «Политика» — «Станцию наблюдения». Она снимает скрытность с врагов и повышает вероятность обнаружить операцию. Постройка дешевая и не потребляет ресурсы. Для окна шпионажа изменили дизайн. Теперь все данные размещены на двух вкладках, чтобы влезало больше полезной информации и было меньше полос прокруток. Шпионов можно переназначить с помощью всплывающего списка. Стало удобнее? И да, и нет. Раньше я мог легко перетащить шпиона, скажем, из Аракиса в контрразведку. Теперь для этого надо сначала перетащить шпиона в стойло, переключиться на другую вкладку и только после этого закинуть его в нужное поле. Либо как вариант открыть ту самую всплывашку и приглядываться к мелким символам. Пишите в комментариях, если знаете способ поудобнее. В остальном мне решение разрабов понятно. Избавиться от избыточных полос прокруток и дать больше воздуха для данных. Агенты больше не приносят разведданные, если не назначены во фракцию. Поэтому разведданные стали ценнее и добываются в основном с помощью постройки дата-центр. Она теперь работает только если находится рядом с вражеским регионом. Добавили в игру еще всякие приятности. По типу перерисованных иконок, более интуитивно понятных. Анимации спуска новых юнитов из космоса. Или когда от шторма у юнитов начинаются помехи в радиовещании. Из неприятного убрали уведомления о бездействующих Харвестерах. У меня были случаи, когда я удивлялся, почему начинались проблемы с Солари. Потом оказывалось, что парочка Харвестеров простаивали. К этому надо просто привыкнуть и почаще смотреть в меню справа. Сюжетная кампания. В целом ничего нового. Единственное изменение, которое я заметил, это теперь вы можете заранее определить, с какими фракциями хотите бороться. Раньше игра выбирала их случайно. Вообще много работы было проделано при корректировке баланса. Мне кажется, в высокую цену заложено не только DLC, но и все то, чем занимались разрабы на протяжении последних месяцев. Изменений много. Реально много. Да что уж там, разработчики выложили аж целый файл на 31 страницу, где описали каждое изменение. Я даже не представляю, сколько труда было потрачено на переписывание и тестирование новых параметров. Лично мне так глубоко погружаться в кроличную нору не хочется. Я могу отметить некоторые вещи, которые заметил сам, либо услышал от других игроков. Например, в полтора раза снизили здоровье основных баз и ультимативных орудий. Насчет баз я из-за этого даже разочарован. Раньше уничтожить базу это был целый челлендж, который запоминался и приносил много эмоций. При освобождении региона здания не удаляются мгновенно, как было раньше, а постепенно разрушаются. За ИКС я обнаружил, что если попытаться захватить собственное убежище, то будет доступна новая опция – провести парад. Это даст влияние и очки командования. Артиллерийские орудия Карина теперь наносят больше урона по области и могут вдвоем снести всю вражескую армию на раз-два. Вообще, дед стал намного сильней. Раньше у меня за них не получалось выиграть в онлайне. Сейчас же у меня за них результаты лучше, чем за другие фракции. Не знаю, сделали ли разрабы что-то с контембрандистами, но они постоянно проигрывают. В каждой катке, как правило, сливаются первыми. Отступники стали еще душнее, чем были, особенно во второй половине катки. Некоторые налеты настолько суровые, что их не могут осилить даже четыре ополченца с ракетным комплексом, что, на мой взгляд, бой. Игра вообще, по ощущениям, стала сложнее, чем была. Возможно, стоит просто привыкнуть. Наверняка можно сказать одно. Дюны, в которые мы играли последние полгода, больше нет. Помянем. Я не так много поиграл за разные фракции, поэтому уверен, вы можете в комментариях к этому видео привести больше примеров разных приколюх, которые вы заметили с этим обновлением. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся на песчаных полях Аракиса. Субтитры создавал DimaTorzok